Впервые за все пять заходов на пост президента Российской Федерации Владимир Путин заявился как самовыдвиженец. Внял слезным просьбам прохожих и выдвинул свою кандидатуру не от партии «Единая Россия», а лично скромно, как говорится, от души. Но партия не смогла снести такой потери своей значимости и срочно залудила 21-й съезд «Единой России», который все равно выдвинул Владимира Путина, несмотря на то, что ни по закону, ни технически это уже было не обязательно. По всей стране, во всех ячейках «Единой России» срочно провели региональные конференции и определили делегатов на этот самый съезд в Москве. Традиционно эти делегации возглавляют губернаторы регионов, и Республика Башкортостан в этот раз не стала исключением. Согласно информации с сайта «Единой России» по Республике Башкортостан, Ради Хабиров должен был возглавить делегацию башкирских единороссов на вот этом съезде в Москве. И вот 18 декабря съезд состоялся. Путин, нехотя и с определенной долей иронии поблагодарил партийцев за, как говорится, подстраховку, ну, все похлопали, восхитились и разошлись. Но, как ни странно, никаких подтверждений и присутствий Ради Хабирова на этом съезде не было обнаружено впоследствии. Ни на сайте «Единой России», ни в социальных сетях самого Ради Хабирова, ни в фоточек, ни упоминания о его присутствии на этом историческом мероприятии не обнаружено. Ну, разве Ради Фаритович когда-нибудь упустит возможность чего-нибудь запостить и продемонстрировать свое присутствие на мероприятии, на котором сам лично Путин выступал, даже не по видеосвязи, а прямо лично как живой? А Ради Фаритович в свою очередь сам лично этому всему аплодировал? Разве такое возможно? Конечно, невозможно. Кроме всего прочего, на съезде не был замечен и Ратмир Мавлиев, который вообще-то на минуточку главарь городских единороссов целого миллионного города. И его тоже туда не пустили. Судя по всему, как и в случае с попыткой Хабирова прорваться к Путину на саммит в Казахстане, какие-то могущественные силы заблокировали дорогого Ради Фаритовича и не допустили его до тела вождя. И, судя по всему, доступ к Путину Хабирову закрыт даже в формате присутствия в одном общем, пускай и большом, помещении. Еще одним ножом в спину Хабирову от «Единой России» стал вывод всех его людей из состава руководящих органов партии «Единая Россия». И Лилия Гумерова, и Константин Толкачев решением съезда выведены из состава Высшего Совета «Единой России». Ну, не исключено, что это уже, конечно, проделки Александра Сидякина, который занимает весьма весомую позицию сейчас в партии «Единой России» в предвыборном штабе Путина, но утверждать об этом точно нельзя. Вы спросите, ну зачем вообще Хабирову вот эта партия, ему и так хорошо, он целый губернатор? Объясняю. В сентябре 2024 года у Хабирова перевыборы, и он все еще рассчитывает на них пойти, и даже есть у него мысли о том, что, возможно, он пересберется на второй срок. А вот выдвигать его на эти выборы традиционно должна партия, партия «Единой России». Ну, так уж повелось. А вот окончательное решение в выдвижении губернатора на выборы, или кандидатов к губернатору, принимает тот самый высший совет партии, в котором царит тот самый США Сидиакин, твердо, собственно, усвоивший урок, преподнесенный ему Хабировым в салоне авиалайнера, следовавшего рейсом Москва-Уфа. Так что вот такие вот печальные события происходят в партийной жизни у Хабирова, что на самом деле очень нетипично, я с таким сталкиваюсь в первый раз. И после демонстративного игнора Хабирова со стороны Путина и Мишустина, вот такое пренебрежение от партии власти может стать своего рода сигналом башкирским элитам о том, что держитесь подальше от Хабирова, его судьба уже определена, и судьба эта печальна. Я не устаю благодарить тех наших немногих подписчиков, которые помогают существовать нашему каналу и помогают не просто добрым словом или лайком, что тоже, безусловно, полезно, но и своими пожертвованиями. Помните, что эти пожертвования на все 100% идут на содержание и расходы каналов, и ни одна копейка из числа ваших пожертвований не попадает в мой личный карман даже в виде заработной платы. Так что смело воспользуйтесь нашим расчетным счетом, который мы демонстрируем в каждом нашем выпуске, и указываем в описании под каждым нашим видео, и жертвуйте нашему каналу каждый столько, сколько считает нужным и возможным. Этим древнеримским приветствием, пожалуй, можно было бы предварить ежегодное обращение Хабирова к Госсобранию Республики Башкортостан. «Идущие на смерть приветствуют тебя». Почти часовая речь Хабирова, по сути, почему-то превратилась из подведения итогов 2023 года в подведение итогов пятилетнего правления. Хабиров, ничтоже сумняшися, перечислил все немногочисленные достижения региона, начиная с 2018 года. Многое, конечно, перепутал, кое-где откровенно врал, ну и совершенно отчетливо мучился на трибуне. Чего не скажешь о сидящих в зале. Операторы Госсобрания, безусловно, талантливо то и дело выхватывали чрезвычайно государственное лицо Камиля Бузыкаева. Задумчивое и такое очень значимое выражение лица англосакса Монсона. Но чаще всего показывали почему-то Шамиля Валиева, на лице которого запечатлелось выражение, без сомнения, предшествующее бурному оргазму. Хабирова уносило все дальше и дальше от реальности, по мере того, как на глазах депутатов выступали слезы умиления. Не зная, что дворец борьбы достроен только к концу 2025 года, Хабиров пообещал открыть его к 450-летию Уфы. То есть, на полтора года раньше. В течение нескольких дней, это была цитата, пообещал окончательно решить все проблемы обманутых дольщиков. Вот буквально в течение нескольких дней. Заявил, что Республика Башкортостан поставила некий рекорд по ремонту и строительству дорог. Пообещал возродить уфимский трамвай, башкирское птицеводство и строительство частных домов по новой программе «Башкирский домик». Говоря о выборах президента, Хабиров заявил, что вот они-то, наконец-то, исплотят разобщенное башкортостанское общество. В конце выступления Хабиров и вовсе поклялся, что строго следит за тем, чтобы никто, никто в его окружении, не занялся байством или, упаси бог, кумовством. Подытожил выступление Хабиров и вовсе величественно, цитирую, «Вместе мы строим лучший мир». В первых рядах неистово зааплодировали, в задних зарыдали. Шамиль Валеев блаженно зажмурился. Если вам нравится наш канал, а информация, которую вы из него получаете, для вас полезна, не забывайте подписываться на наш канал. Кстати, не только на YouTube, но и в Telegram, и даже в Яндекс.Дзене. Ставьте лайки, жмите колокольчики, и вы никогда не пропустите наши новые выпуски, когда бы они не выходили. Эх, если бы хотя бы часть того, что рассказал Хабиров в госсобрании, было правдой, я бы вот рыдал, обнявшись с Шамилем Валеевым и утирая слезы, я его шевелюру. Но, увы, в реальности минувшая неделя принесла нам очень тревожные данные о состоянии региона. И это именно данные из открытых государственных источников, а не плод воспаленного воображения хабировских спичрайтеров. Ну, начнем с того, что Республика Башкортостан заняла 68-е из 75 мест в Российской Федерации по уровню исполнения национальных проектов. 68-е из 75. То, что в рейтинге было 75 регионов, правительство Российской Федерации объяснило тем, что ряд новых регионов по понятным причинам в национальных проектах пока не участвует. 68-е место Корол. Это фундаментальный провал системного характера. То есть, вот эта вся вот болтовня о том о сём ничего не значит на фоне вот этого 68-го места. Еще новость. ВУЗы Республики Башкортостан провалили исполнение программы «Приоритет 2030». ВУЗы вылетели из второй группы по этой программе уже в третью группу за исключением Башкирского Государственного Медицинского Университета, что в свою очередь повлекло за собой потерю почти одного миллиарда субсидирований из федерального бюджета. А ведь именно участие в этой программе «Приоритет 2030» было, собственно, закваской, началом всего этого безумного на мой взгляд бессмысленного объединения ВУЗов. И вот теперь эта программа провалена. После почти месяца напряженной работы в Республике Башкортостан ревизоры федерального казначейства выделили многомиллиардные нарушения в бюджетном обороте региона. Комиссия сейчас уехала, но осталось напряженное ожидание последствий этой грандиозной проверки, которую команда «Х» всячески скрывала. Но, тем не менее, эти последствия, судя по всему, неизбежны. Многомиллиардные нарушения выявлены. В свою очередь, мятежная финансистка Гундорова заявила на прошедшей неделе, что субсидии и льготы в агропромышленном секторе региона используются не по назначению. И есть вероятность того, что существенная часть денег, полученных в виде субсидий, придется возвращать. Это тоже катастрофа для сельского хозяйства. А еще вышла статистика о том, что вопреки заявлениям дорогого Радио Фаритовича, заявлениям о благоденствии и вообще супер ситуации на рынке труда Республики Башкортостан, вопреки всем вот этим заверениям, ежегодно из региона на заработки уезжает до 160 тысяч специалистов, лучших специалистов. Стало известно, что в 2023 году производство яиц в Республике Башкортостан снизилось на рекордные 28,3%. И катастрофа на птицефабрике Башкирской не единственная причина подобного резкого снижения. При этом в среднем по Палужскому федеральному округу показатель снижения производства куриных яиц составил всего 2%. В Башкирии 28,3%. Жаль, что в своем обращении к Государственному Собранию Хабиров не упомянул о причинах всех вот этих вот вышеперечисленных фактов. Зато он очень много и мечтательно вещал о том, что тысяча беспилотных летательных аппаратов вот-вот взлетят с неведомых площадок современных заводов, расположенных, судя по всему, исключительно в его собственном воображении. Вот эти вот фантазии было хоть отбавляй. А реально объяснение ситуации в регионе не было совсем. На минувшей неделе стало известно, что ради Хабирова внесли в санкционный список Евросоюза. И ему теперь не суждено насладиться ни звуком венской оперы, ни хрустом французской булки. И сразу же после этого сообщения Илона Макаренко написала заявление об увольнении с поста председателя Центральной избирательной комиссии Республики Башкортостан. Написала и укрылась в неприметном кресле проректора нового объединенного вуза по дополнительному и дошкольному образованию. Никто такого не ожидал от Илона Анатольевны и ничто не предвещало беды со стороны верной Хабировки. Самые наивные даже предположили что Илона Макаренко вдруг приоткрыла свой третий глаз расправила чакры совести ну или может быть у нее сдали нервы. Но увы я не отношусь к категории наивных идеалистов и предпочитаю трезвый анализ на основании реалистичных фактов или наиболее вероятных предположений. На мой взгляд сценарий под рабочим названием крысы побежали с корабля наиболее реалистичны в данной но понаблюдаем за тем кто станет следующим покидающим тонущий корабль команды Хабирова. Вопреки своему тезису о том что члены его команды безгрешны до тех пор пока не огласят приговор суда Хабиров не стал дожидаться итогов расследования уголовного дела в отношении своего советника по науке Руслана Казаханова и на минувшей неделе Хабиров исключил создателя образовательного ландшафта республики из состава наблюдательного совета Евразийского образовательного центра и кроме всего прочего уволил Казаханова с поста ответственного секретаря этого самого совета. Вот все-таки видимо чему-то учится дорогой Радифаритович и начинает потихонечку подстилать соломку. А вот в сфере медицинских кадров Хабиров похоже еще не научился держать баланс. В республике разразился скандал который стремительно выплеснулся за пределы нашей региональной песочницы и речь идет о необъяснимо поспешном и по сути силовом увольнении одного из самых уважаемых медиков региона главного врача госпиталя ветеранов Халила Мустафина. Халил Мужаавирович уже написал заявление в прокуратуру о незаконности своего увольнения на его стороне уже выступил Федеральный союз госпиталей ветеранов Российской Федерации а коллектив госпиталя обратился за помощью господину Бастрыкину. Наблюдатели связывают столь поспешное и грубое увольнение Мустафина связывают с грядущей стройкой многомиллиардными ассигнованиями на эту стройку речь идет о строительстве нового госпиталя ветеранов который анонсировал Хабиров во время своего выступления в госсобрании то ли 40 то ли 60 миллиардов рублей должны потратить на эту мегастройку и видимо Хабиров начинает подбирать надежные кадры для контроля вот этих самых финансов а Мустафин судя по всему не устраивает его по каким-то параметрам хотя здесь конечно речь должна была бы идти о профессиональных признаках а вовсе не о той самой пресловутой верности и готовности делиться Вопреки расхожему мнению о сказочном богатстве Башкортостана в собственности у региона осталось не так уж и много реально стоящих активов их можно посчитать по пальцам одной руки ну Башкиров Тодор с некой оговоркой Башкиров Татранс аэропорт пакет акций соды ну и конечно же Башспирт по себе знаю как болезненно воспринимает менеджмент Башспирта любое упоминание о каких-либо проблемах предприятия поэтому мы сегодня не станем углубляться в актуальное экономическое положение флагмана алкопроизводства Башкортостана но невозможно обойти стороной информацию о том что уже появились желающие от всей души помочь крупнейшему налогоплательщику региона решить его проблемы из весьма информированных источников мне стало известно что крупный юфимский бизнесмен и ресторатор Александр Антонов готовит для Радия Фаритовича некое предложение готовит под покровом абсолютной тайны и предложение это об управлении Башспиртом с целью улучшения положения показателей предприятия детали пока мне неизвестны детали этого плана но смею предположить что господин Антонов предложит свой опыт и свои ресурсы взамен на право влиять на судьбу предприятия практика подобных коллабораций показывает как успешность таких союзов так и полную провальность иногда вот таких объединений и зависит это действительно от истинных намерений самозванных спасителей я собственно ничего против господина Антонова лично не имею и мы даже в общем-то с ним немного знакомы и не то чтобы я негативно относился к нему в далеком далеком прошлом нас знакомил Владимир Юрьевич и тогда Александр Николаевич еще ездил вовсе не на Бентли Бентайга а на простых Жигулях но с тех пор много воды утекло и мне трудно реально судить о сущности бизнеса Антонова самого Антонова потому я с таким трезвым недоверием отношусь к подобным предложениям ну и хотел бы понять суть но тем не менее вот все так как оно есть в любом случае будем с настороженностью наблюдать за тем как будут развиваться события вокруг Башспирта и чем там все это закончится ну собственно самое главное для башкирского бюджета потому что в первую очередь Башспирт это крупнейший налогоплательщик ну и кстати о деньгах где там эти 400 выявленных украденных миллионов с Башспирта уже вернули в казну или в кассу предприятия или все таки простили хорошим людям и важным партийцам всю вот эту вот забаву на 400 миллионов пока неизвестно аномальная погода погрузила в хаос столицу Башкортостана город герой труда лихорадит и колбасит вместе с мэром и мэрией снег безответственно не хочет плавиться в объятиях мавлиевского снегоплавильного завода горожане массово ломают конечности на гололеде а лед с крыш калечит детей и автомобили погода повлияла не только на походку уфимцев но и на дорожное полотно по крайней мере такое оправдание придумали в администрации города когда выяснилось что только за сутки на одном отдельно взятом участке проспекта Салават-Юлаева 24 автомобиля пробили колеса в одном и том же месте впрочем прокуратура города не поверила в такую наивную отмазку и вынесло строгое предписание городским властям устранить опасные дефекты ну вчера появились фотографии что какие-то мужики с факелами и ведрами в которые налит мазут и битум что-то там заливали на проспекте Салават-Юлаева в общем как говорится лед тронулся несмотря на уверение городских властей в том что общественный транспорт столицы безупречен в адрес открытой политики не прекращается поток жалоб и обращений жителей разных районов города и пригородов вот в этот раз зачитаю обращение жителя Шамонина который в корне опровергает концепцию городских властей и сообщение это от Евгения Веденеева Здравствуйте Андрей Сергеевич Просим вас разобраться в нашей непростой ситуации Мы уже на протяжении года не можем добираться нормально до города так как не хватает автобусов номер 131 По документу у нас должно быть 20 автобусов а по факту 3-5 При всем этом интервал между ними достигает двух часов ожидания Ладно летом как-то перетерпели но сейчас зима на улице мороз и стоять по часу уже перебор У многих дети учатся в городе также очень много пенсионеров и людей у которых нет транспортных средств С утра и в часы пик просто порой не втиснуться в автобус Обращались в Минтранс остальные инстанции делали так сказать контрольную закупку с утра в час пик Так они присылают лишь отписки мол у вас все хорошо автобусы исправны интервала больше 30 минут нет Ну как так у нас расписание рейсов меняется каждый вечер и увеличивая интервал движения Просим деревня Шамонина ГДК Год назад к нам зашел новый перевозчик уфимские автобусные линии ИП Батыров вместо обещанных 10 автобусов на сегодняшний день на линии 3 автобуса что не соответствует количеству пользователей которых обслуживает данный маршрут расписание вместо обещанных раз в 30 минут сейчас приходится ждать по часу и больше автобусы переполнены уехать и приехать в час пик невозможно Ну и дальше там приведены комментарии и подтверждения жителей Шамонина Вот одно единственное из многих подтверждений того что городские власти все врут про наш общественный транспорт и вот это выбегание всяких там замминистров и начальников отдела в тонких ботиночках на остановку и чтобы постоять и заявить потом что все нормально все это конечно же откровенный блеф Похоже что финансы выделенные на организацию юбилея Уфы куда-то как обычно делись иначе чем еще объяснить слезную просьбу Ратмира Мавлиева бизнесменам Уфы стать спонсорами праздника видимо все несметные миллиарды выделенные на 450-летие Уфы ушли на гирлянды которыми опутали нелепое здание нового театра кукол единственного юбилейного объекта в высокой степени готовности кстати говоря сегодня 23 декабря должно быть по крайней мере обещано торжественное открытие вот этого флагмана башкирской культуры не пропустите а в общем как говорили еще при Иосифе Виссарионовиче жизнь становится лучше и веселее теперь уфимцы если где-то заметят какую-нибудь злобную коррупцию спокойно могут обращаться не просто и не только в спортлото а можно например еще обратиться в Роспотребнадзор по прямому телефону 8 800 77 50 170 и коррупцию немедленно пресекут даже не сомневайтесь и помните что любое даже неподтвержденное впоследствии обращение в госорганы никоим образом не может быть расценено как клевета то есть если вы обратились с жалобой на кого-то в госорганы а не в СМИ и это не подтвердилось то обвинить вас к клевете все равно не получится так что смело обращайтесь воистину чудны дела твои господи но прокуратура Уфимского района отказала в возбуждении уголовного дела в отношении гражданина Нигматьянова несмотря на то что лингвистическая экспертиза установила в высказываниях микроблогера возбуждение ненависти и вражды в отношении этнических групп но экспертиза оговорилась что Нигматьянов возбуждал ненависть и вражду исключительно в адрес татар, башкир и прочих тюрков являющихся сторонниками неких организаций судя по всему вот эта оговорка и поменяла все для прокуратуры Уфимского района прокуратура с облегчением выдохнула и не стала возбуждать уголовное дело но позвольте получается что теперь можно безнаказанно возбуждать ненависть вражду в отношении целых этносов или социальных групп если оговориться что их представители сторонники или даже члены какой-нибудь организации так получается очень надеюсь что прокуратура Уфимского района ошиблась в своем трактовании закона ведь в конце концов например Единая Россия это тоже организация и Народный фронт это тоже организация да даже сама прокуратура Уфимского района это тоже какая-никакая а организация вот давайте об этом задумаемся надеюсь что найдутся здравые силы и здравые люди которые переоформят свое заявление в Уфимскую прокуратуру уже в органы надзора более высокого уровня и все-таки добьются реального трактования закона в отношении господина Нигматьянова и всех его возмутительных высказываний в адрес татар башкир и тюрков в целом и еще немного и сфера национального самосознания и как говорится подсознание жители Баймака и окрестностей обратились на минувшей неделе с видеообращением к Владимиру Путину они слезно просят избавить жителей Башкортостана от ради Хабирова ну не знаю услышит ли Путин жителей Баймака и окрестностей но хотелось бы им напомнить с каким воодушевлением и 82-процентной поддержкой они избрали Хабирова на пост главы в 2019 году и как неистово они отплясывали всякие пляски около памятника Салавата Юлаеву с приходом Хабирова и советую жителям Баймака и окрестностей подумать перед выборами в марте 2024 года услышал ли их Путин убрал ли он Хабирова Паника и ажиотаж вокруг Зининской развязки достигли своего апогея на минувшей неделе сначала ввод в эксплуатацию назначили на 17 декабря потом Мавлиев авторитетно брякнул что этот ввод в эксплуатацию переносится на 29 декабря а в итоге по тихому без салюта и перерезания ленточек движение по Зининской развязке открылось вчера 22 декабря никто ничего не понял но жители Нагаева с облегчением устремились по новенькой развязке в 4 ряда даже не подозревая на самом деле о том что объект так и не принят в эксплуатацию государственной комиссии что само по себе конечно уже нарушение которое может трактоваться как подвержение риску жизни и здоровья граждан не знаю как там наша доблестная прокуратура оценит вот это вот тихое открытие движения без документов посмотрим но мы провели опрос среди подписчиков телеграм-канала открытая политика на который кстати не забудьте подписаться и опрос этот своей целью поставил выяснить доверяют ли наши подписчики уверением башкирских властей в том что все дефекты Зиминской развязки устранены и что ездить по ней безопасно в опросе поучаствовало почти 1100 человек и 88% из них считают что власти их дезинформируют по части устранения дефектов объекта и только 12% свято верят в добросовестность башкирских властей ну что же тут как говорится результаты говорят сами за себя героиня шьфа и в преди заставили Продолжение следует...